МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое Всероссийский фестиваль науки? Расскажите, как он проходил, где он проходил и сколько дней он длился? Всероссийский фестиваль науки – традиционное мероприятие для организации высшего образования в Российской Федерации. У нас в городе традиционно он проводился уже несколько раз, но на базе филиала МГУ. А в этом году впервые принял фестиваль Севастопольский государственный университет. И у нас для этого были очень хорошие основания. Мы проводили фестиваль науки на локации, как это принято говорить, в Голландии. Там у нас сейчас работает новый современный научно-исследовательский центр, ЦМИТ – Центр морских исследований и технологий. Это учебно-научный центр для студентов. В рамках этого центра они имеют возможность и получать практические навыки морских специальностей, и заниматься теорией. То есть Центр великолепно оснащен. Оснащен компьютерной техникой, у нас хорошие классы, программное обеспечение. И в Центре у нас расположена вся необходимая инфраструктура и оборудование для занятий подводными исследованиями. Это новое направление в деятельности нашего университета. И новое направление вообще на юге России, как форма студенческой активности. И вот в этом центре… Это просто было грешно не воспользоваться таким замечательным центром. Конечно. И поэтому фестиваль науки традиционно проводится в России. Это презентация достижений молодых студентов, молодых ученых. В нашем случае мы провели этот фестиваль как презентацию возможностей образования морской направленности для школьников нашего города. И в общем, целью у нашего фестиваля была популяризация научных исследований морской, прежде всего в подводной среде. Демонстрация возможностей отечественных и зарубежных образцов технических средств, применяемых в подводных морских исследованиях, которые есть у нас в университете. Университет проводил этот фестиваль совместно. Участвовали филиал Московского государственного университета, молодые ученые и руководители Московского государственного университета, Институт морских биологических исследований, Морской гидрофизический институт, ведущие научные и образовательные центры нашего города презентовали свои научные исследования и возможности реализации основных и дополнительных образовательных программ. Причем не только профессиональных, но и просто программ дополнительного образования, развивающих прикладные компетенции. Все это давали школьникам в интерактивном режиме. То есть сам фестиваль был выстроен пространственно на площадке ЦМИТ, вокруг парусников, которые есть у нас уже действующие, и они стоят вот в этом ЦМИТе. Были расположены площадки, на которых ученые и студенты институтов, прежде всего наших основных институтов университета, и наших гостей, наших партнеров, где были расположены и образцы техники, и брендированная рекламная продукция, и книги. Все это давали возможность посмотреть ребятам. В режиме активного общения школьники могли услышать, задать вопросы. В режиме дискуссии, свободного, хорошего, заинтересованного общения они работали по проблемам. А проблемы у нас очень интересные получились. Секции, вот эти презентационные площадки. У нас была подводная археология. Подводную археологию, кстати, презентовала наша студентка. Она была ведущей и руководителем, так сказать, консультантом. Что же интересного она показывала? У нас летом уже на базе Центра морских исследований и технологий работал лагерь, летний лагерь студенческий по подводной археологии. То есть ребята на берегу учились, как проводить подводные исследования, как фиксировать результаты научных исследований под водой. Школьников это страшно интересовало. А как же мы запишем то, что мы увидим? Оказывается, есть специальное оборудование, все это предусмотрено. А потом они погружались под воду, и эти навыки реализовывали именно на практике. То есть это был действительно такой интересный лагерь. Он не просто был хорош по времяпровождению и отдыху, потому что там вообще-то замечательная природа, в Голландии замечательная бухта. Теперь это все так красиво приведено в порядок. Университет приводит это все в порядок на самом современном уровне, инфраструктурном, материально-техническом. И результаты уже работы в этом лагере наша студентка Катя Левченко, которая была в этом лагере, уже теперь рассказывала школьникам, рассказывала, как работать с теми или иными экспонатами, как их обнаруживать. Но это вот только одна такая секция. Огромный интерес у ребят вызвала секция водолазная, где можно было примерить шлем, где можно было на себе все это попробовать. Параллельно, кстати, было еще, я просто назову, если позволите, те секции, которые у нас были. Подводная археология, морские технологии, это наш морской институт уже презентовал новые разработки, проектирование научно-исследовательских судов. Мы уже много раз говорили, наверное, имеет смысл еще раз повторить, наш университет строит свой студенческий корабль, свое студенческое научно-исследовательское судно «Пионер-М». Это грандиозный проект, он первый на просторах Российской Федерации, такой образовательно-прикладной проект. У нас летом работали два месяца ребята из разных университетов страны, где ведется подготовка по барским специальностям. Ребята прошли конкурс очень серьезный, и уже на нашей площадке вместе с нашими студентами они проектировали судно для исследований. То есть это вообще-то инновационная такая технология подготовки специалистов, и детям это тоже было страшно интересно. То есть студенты сначала помечтали о том, какой должен быть корабль, выбрали модель, а потом эту модель проектируют. В 1917 году уже планируется закладка судна, а потом оно будет использоваться. И об этом, обо всем рассказывали школьникам. Это было безумно интересно, я просто видела, как ребята на это реагировали. Потом у нас были морские исследования географические, была замечательная секция морских исследований биологические, инструментальное обеспечение оперативной океанологии, океанология. И параллельно, что еще интересно, у нас в свободном режиме посещения работали лекции ведущих ученых. Но это не были длинные и скучные развогольствования по теоретическим каким-то вопросам. Это были 30-минутные блиц лекции о самом интересном и о самых перспективных направлениях морской науки. Школьники завороженно слушали вот эти вещи. Мне очень понравилась реакция. Ребята, группа, которая прослушала совершенно потрясающую лекцию, которую я читала Корнеичук Юлия Михайловна, это научный сотрудник из Института морских биологических исследований, ведущий научный сотрудник. Лекция звучит грозно. «Паразитизм как экологическое явление о морских паразитах». Но лекция была настолько интересная, после лекции они спустились в зал, а там в экспозиции были микроскопы, где можно было это увидеть. То есть они просто зафиксировались возле этого стенда. Получилось хорошее такое живое общение. Ну, если уместен сленг, научная интерактивная тусовка, причем еще она была эмоционально очень хорошо окрашена, кстати, по эмоциям, у нас работала секция психологического тренинга. Мы же тоже говорим о том, что есть и морская психология. Но в данном случае это был просто тренинг такой, работы в команде, развитие творческого мышления, проводил его Владимир Николаевич Ковалев, один из ведущих сотрудников филиала МГУ. У нас в городе. Мне кажется, получилось очень интересно. Я общалась с ребятами и общалась с их сопровождающими. Это были учителя, это были заместители директоров по воспитательной работе школ нашего города. Все говорили о том, что хотелось бы еще раз повторить такое мероприятие. Они с готовностью придут, и их будет на следующий раз гораздо больше. Нам, честно говоря, очень повезло с погодой. Мы еще в пятницу очень опасались, что это же Голландия. Если бы была не та волна и не работал рейд, все могло бы быть немножечко иначе. Наверное, многие не доехали бы. А у нас-то были школы, причем из самых разных районов. У нас была четвертая школа, это Хрусталева, у нас была школа шестая, у нас восьмая гимназия, двенадцатая школа из Инкермана, тридцать первая, тридцать седьмая, тридцать вторая. То есть пришли ребята из самых разных школ. Пятьдесят седьмая, сорок третья, сорок девятая, пятьдесят четвертая. У нас были ребята из морской флотилии, из шестьдесят первой школы, из частных школ, мои горизонты, школа имени Холдарева. Получилась именно такая хорошая коммуникация, которая помогла ребят погрузить в перспективное направление современной науки. Многие из них, наверное, порадовались, что именно у нас, в нашем городе, в Севастополе, есть такая замечательная возможность прикоснуться к науке и в будущем приобрести очень перспективные специальности, именно специальности будущего, которые крайне востребованы именно в нашем городе. Ну и, соответственно, не только. Ну а все-таки какая секция вызвала самый большой ажиотаж, ребят? Я не могу даже выделить. Вы знаете, очень понравилась секция, посвященная альтернативной энергетике, экологической энергетике. Это у нас был Институт природных систем. Великолепная секция, и там был представлен как раз студенческий проект по экологической энергетике, который мы будем продвигать дальше на базе Морского колледжа. Было много, кстати, ребят из Морского колледжа, которые были и как участники, и как волонтеры, работали со школьниками, а это совсем уже возраст старшеклассников. Получилось очень интересно. Я думаю, что мы будем продолжать подобные вещи, больше привлекать именно студентов наших, которые знают, умеют. И хотелось отметить еще один очень хороший такой момент сотрудничества. Всех участников по завершению этого действия поздравила 57-я школа. Ребята привезли свой подарок. 57-я школа — это же музыкальная школа, вернее, это школа, в рамках которой еще и функционирует музыкальная школа. И к нам приехали ребята, которые именно музыкально поздравили участников. Это получилось настолько мило, настолько здорово. Ребята из начальной школы станцевали матросский танец, который умилил, обрадовал, поставил такую замечательную точку в этом мероприятии. А постарший ансамбль, вокальный ансамбль, а капелла исполнил совершенно потрясающие вещи на высочайшем уровне мастерства, как, на мой взгляд, тронуло всех. То есть вам удалось совместить и науку, и творчество все в одном месте. Да, и причем получилось совместить, понимаете, взаимодействие и школ, и студентов. Если мы так будем продолжать, это будет замечательно. То есть можно будет развивать хорошее вот на таком содружестве программы предпрофессиональной подготовки. Можно уже сейчас давать возможность на вот таких фестивалях науки чуть-чуть раньше, еще до поступления в институт, думать о том, почему я буду приобретать вот эту профессию. Ну, конечно. То есть для школьников, чтобы их выбор был осмысленным. Мы на следующие такие фестивали, а мы планируем их продолжить, нам понравилось. Сейчас вот обсуждаем этот вопрос. Планируем, конечно, приглашать и родителей. Потому что не секрет, что родители играют огромную роль в выборе ребенком своего будущего профессионального пути. Иногда, ну как взгляд родителей, конечно, дети принимают, но иногда мы сталкиваемся с тем, что потом им приходится делать иной выбор. А хотелось бы, чтобы ребята еще до подачи документов уже знали, почему они хотят вот эту профессию. Где они хорошо и качественно могут получить профессиональную подготовку с тем, чтобы в жизни получить хорошую, престижную профессию. Вот на этом фестивале было видно, что как развивается наш Севастопольский университет, какие перспективные направления мы предлагаем, что учим мы интересно. У нас огромное количество проектов, у нас совершенно потрясающая студенческая жизнь. Наверное, у вас скоро будет информация об еще одном мероприятии, которое проводилось в нашем университете. Параллельно в эти же числа это наш арт-фестиваль «Движок», который демонстрировал уже нашим и первокурсникам, и школьникам, которые подошли к возможности творческой самореализации в вокале, в танце, в других видах деятельности, в КВНах. Совершенно потрясающе по своей яркости и эмоциональному нокауту тоже прошло мероприятие. То есть в университете здорово, это видно. И мы будем рады, если вот такое развитие университета, в общем-то, найдет понимание, будет знакомо, и все больше и больше у нас станет друзей, которые потом станут нашими студентами. Мы рассматриваем роль университета у нас в городе, вместе с нашего университета. Мы развиваемся ради инновационного развития Севастополя. И если в этом ключе мы все вместе будем работать, будет здорово. Фестиваль в этом плане как раз вот очень показательным оказался. С вашей слов, это не только школьников, но и родители смогут впечатать такие фестивальные мероприятия. Будем дальше. Вот я ночеваю, она немножко увлеклась эмоционально. Мы планируем приглашать обязательно родителей, чтобы они тоже увидели возможности, перспективы, чтобы они тоже приобрели больше оснований для хорошего качественного выбора, дальнейшей профессиональной и личностной судьбы своего ребенка. Чтобы это были не только какие-то, с одной стороны, взгляд, вот я поэтому хочу эту профессию, кто-то мне сказал, что она там выгодна или еще чего-то, а показать весь спектр возможностей, дать возможности для хорошего выбора, такого качественного. Для этого мы фестивали от этого проводим. Мы будем с нетерпением ждать новых фестивалей. Хорошо. К сожалению, время нашей передачи уже истекло. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. Приходите к нам на следующий фестиваль. Всего хорошего. Напомним, у нас в гостях была Ирина Авдеева. Говорили о фестивале науки. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин